Испытания огнем в очередной раз прошли сотрудники противопожарной службы. Сегодня на территории спасательного центра состоялись учения. На специальном огневом тренажере личный состав пожарной части работал в максимально приближенных к реальности экстремальных условиях. Как работает огневой тренажер, смотрите в материале Ольги Русу. Это огневой тренажер. Его летом построили силами личного состава пожарной части. Благодаря ему можно приблизить учение к реальным условиям пожара. Огневые тренажеры, подобные этому, есть практически во всех спасательных центрах Северо-Запада. Его особенность в том, что пожарные во время учения могут управлять процессами горения. И, что немаловажно, стравливать избыток давления водяного пара. В реальных условиях такую нагрузку не выдерживает даже боевая одежда. А счет идет на секунды, куда уж анализировать и обдумывать каждый шаг. На пожаре мы имеем возможность в короткое время поработать со стволом. Возникает эффект парной. И мы вынуждены там бороться в закрытом объеме. Здесь же, чтобы более долго проводились занятия, имеется огневой отсек, имеется люк. Вы видели, он открывался, закрывался периодически. Из люка тренажера валит черный дым. Периодически вырываются языки пламени. Там в бункере адское пекло. Это не для красного словца. Температура окружающей среды в бункере достигает 800-900 градусов по Цельсию. Мы не чувствовали, мы смотрели просто, как это все происходит. А ему и спокойно, и в полуке, за раз. Относительно. Вы классно не было. Ясно. Сегодня первыми тренировку проходят руководители подразделений, чтобы затем обучить весь личный состав. С огненной стихией мы сталкивались. Были бы моменты, а вот так это дело надо проводить. Тренажеры – это хорошая штука. Тем более, у нас в округе, не то что на Римаре, в нашем местном пожароспециальном горизонте один. И вот в территориальном горизонте нету подобия. Так что это нужно и необходимо, конечно. Опытные пожарные говорят, иногда новички, проходя через подобные тренажеры, понимают, что работать и спасать людей в экстремальных условиях просто не готовы. Сегодня ребята были первый раз в тренажере вообще, скажем так. Хотя предварительно проводилась довольно большая разъяснительная работа, но они сегодня первый раз оказались. Поэтому судить пока еще рано, что называется. Где-то обычно после третьей, четвертой, пятой топки уже понятно, кто на что способен. По словам спасателей, огневой тренажер расширил материально-техническую базу пожарных. Но, как говорится, на достигнутом останавливаться они не собираются. Следующим летом планируют доработать тренажер, чтобы обучение могли проходить целые пожарные команды.